Я не знаю, как я сейчас буду показывать их, потому что они смотрятся достаточно развратно. Короче, я купила какие-то вот такие утягивающие трусы. Жирный бось готовить с салом. Класс, класс, класс! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи, и сегодня у нас будут посылочки с Джум. Ожидание против реальности. Как всегда, мы заказываем что-то на китайских сайтах, а потом приходит нам черти что. Часто бывает это очень-очень смешно. Есть некоторые посылочки, которые, честно говоря, не оправдали моего ожидания, причем пока я не померила, представляете? Снимая это самое видео, я думала, что все прекрасно, и тут померила, и думаю, нет, что-то не то. Хочу скорее с вами поделиться, и возможно где-то вас предостеречь. Во всяком случае, посмотрите, как это смотрится на мне, и возможно побережете свои денежки. Итак, приступим. Я занялась тут недавно спортом. Ну, как занялась спортом? Я купила себе абонемент в фитнес-зал, походила месяц, потом простыла, и месяц не ходила, потом уехала, и в итоге, короче, я сейчас туда не хожу, и меня прям жаба душит, деньги потратила. И мало того, что деньги потратила на фитнес, я еще и потратила деньги на вот такие классные лосины. Но лосины классные, они практически мое ожидание оправдали, потому что я ожидала от них, что они будут смотреться очень круто и прям подчеркивать мою фигуру, подчеркивать мои ножки, делать меня еще худее. Чтобы я такая пришла в спортзал, и все прям думали, ну что же она такая идеальная у нас здесь делает? А все дело в штанах! Ну, знаете, многие девчонки, меня это не касается, но многие девчонки ходят в спортзал, и туда ходят ребята, например, в тренажерный, я в тренажерный не хожу, я хожу на общие групповые, но многие девчонки, это как раз-таки один из мест, где можно познакомиться с ребятами. А для этого нужно одевать красивую одежду, красивые спортивные наряды, и если вы еще холостая и ищете себе жениха, как раз-таки идите в спортзал в вот таких классных штанишках. Чем они меня порадовали и оправдали мое ожидание? Тем, что действительно этот принт делает фигуру более такой прям подчеркнутой, утонченной, такой прям сформированной. Материал достаточно плотный, 100% синтетика, они идут одного размера, и они подойдут как на S, так на M, так на L, мне кажется, XL может натянуть, наверное, их надо маме дать померить. Посмотрите, как они на мне смотрятся, они сидят достаточно хорошо, то есть ничего нигде прям не свисает, да, но если в них заниматься, то скорее всего вот на M-ку они были бы идеально, а вот на мой S немножечко как-то свободновато. Я люблю, когда лосины, особенно спортивные, очень хорошо и плотно сидят, и прям в облипку прям так аж держат все твои жиры. Еще я заказала себе спортивные шорты. Я увидела на картинке спортивный костюм, вообще я думала, что это спортивный костюм, оказалось, что пришли одни шорты. Выглядят они вот так, они коротенькие, но вообще они в реальности выглядят как трусы, реально как трусы. И более того, на картинке они прям подчеркивают как-то фигурку, ну может быть так сфотографировано, конечно, но мне кажется, что мою фигурку нихрена не подчеркивает, а наоборот, что-то немного походу уродует. Я не знаю, как я сейчас буду показывать их, потому что они смотрятся достаточно развратно. Ну короче, эти шортики, они хорошего качества, все тянется классно вверху. Вот это вот такая идея интересная, что знаете, если под джинсы одевать их как трусы, да, и вот торчат такой пояс сверху, может показаться очень интересно и сексуально, вот, но как шорты, ну совершенно, ну не для меня развратно. Я в таких бы не ходила ни в спортзал, нигде, разве что по дому, но мне не нравится, как делает мою фигуру. Посмотрите, зацените, мне кажется, моя фигура стала еще хуже с ними. Еще иногда есть такие покупки, которые я, короче, делаю в надежде, что будет прикольно и круто вам это показать, а на деле получается, что я просто потратила деньги. Короче, я купила какие-то вот такие утягивающие трусы. По большому счету мне оно не нужно, я подумала, что будет клево, если я это покажу на видео. В итоге, короче, вообще я не знаю, зачем купила, мне вообще кажется, что это не просто утягивающие какие-то трусы, а это, может быть, даже компрессионное белье какое-то, которое, знаете, после операции одевается, например, там после кесарева, может, животное, держатель. Потому что здесь размерчик вообще маленький, я еле-еле натягиваю на себя, оно все стягивает. Я, честно говоря, не представляю, если женщины ходят в таком. Может быть, если на Оскар куда-то там, да, на сцену тебя выступать, и у тебя вываливается живот, может быть, такое, ну, стоит одевать. Но я не представляю, чтобы я куда-то пошла в этом, даже если у меня и будет живот выпирать. Да это невозможно в таком ходить, просто вздохнуть невозможно. Очень некомфортно, плюс передавливает немного попу вот здесь внизу. И если одевать какое-то обтягивающее платье, это все может быть видно. И я вряд ли вам это покажу, как на мне смотрится. Посмотрим, короче, оно достаточно так, ну, развратно, трусы как бы. Не как крутиться в трусах на видео. Еще из одежды очень интересная такая туника. Она, правда, ожидала мои оправдания. Ну, понятно, это стопроцентный шифон, это синтетика. Единственное, что очень-очень электризуется. Такая туника под какой-то голубенький или беленький купальник. Скоро лето, уже наступила весна, да, скоро лето. И принт очень красивый такой морской, белый, с голубым. В общем, туника мне это очень понравилось. Я вам прям ее рекомендую. Длина очень хорошая. Ну, на случай того, что антистатика, да, происходит и липнет. У меня очень много разных антистатиков, которые я набрала в Фаберлик. И с запахом, и без запаха. Так что перед выходом обязательно надо попшикать все это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно интересное сексуальное приобретение для дома. Я давно уже хотела заказать вот такой вот фартушек. И еще я хочу заказать вообще такую футболочку, платьице там, знаете. Ну, вот фартушек это клево для любимого дома. Представляете, смотрите. Вы такая что-то готовите, а мальчики, как мы знаем, любят глазками, да. И раз так глянул, и вот. Не, вообще можно, конечно, и в реале в белье готовить. Но на самом деле не всегда вы одеваете белье, да, и давайте жирный бочек готовить с салом, чтобы ваше офигенное дорогое белье запачкалось. Взяли и одели вот такой вот фартушек. И, пожалуйста, пусть ваше сало... Ваше сало... Ваше сало, я имею в виду не то сало, которое по бокам, и вы пытаетесь скрыть это фартушком сексуального. Пусть ваше сало шкварчит на сковородке, и вы не боитесь за свое реально дорогое сексуальное белье. Мам, ну что, так будешь встречать гостей? Ты похудела? Сколько скинула? Смотри, какая стройняшка. Теперь можешь в белье ходить вообще... Где, где она тут талия, вот тут, да? Да. Можешь в белье ходить прям вот... Как вот хочешь. С такой фигурой можно. Чтоб люди не подумали что-нибудь плохое. Еще на Джум я заказала вот такую вот сумочку, которая очень классно будет к дорогу или вообще с собой. Она сама по себе вот такая плоская, но в ней очень много кармашков разных для разных нужд. Ну, то есть это можно для ребеночка, например, сосочку, там бутылочки какие-то. То есть она достаточно вместительная посредине вот здесь. Вот тут она открывается еще. Два кармашка. Вот. То есть на сайте там как раз таки и было, что это, знаете, вот мамочкам напихал сюда кучу всего. Также можно еще расширить. Здесь клепочки по бокам. То есть можно просто тоненькую взять, немного вещей. А можно раз и расширить, и положить уже сюда много всего. Еще здесь вот такие ручечки. Короче, на прогулку с ребенком это вообще отличная вещь. Стоит копейки. Там недорого совершенно, точно не помню. Очень вместительная, мне прям понравилась. И классно, что оно все на виду. То есть такая вещь, если она стоит где-то, да, все собрано в ней в одной. Вы раз там взяли. Здесь у нас, например, лежит там для малыша что-то. Не знаю, конфетки какие-то. Здесь там салфетка, здесь трусики запасные, маечка запасная, бутылочка тут, еще что-то, свое что-то можно положить. Короче, очень вместительная вещь. Мне вот понравилась эта идея, я себе взяла. И в дорогу, и на прогулку. Ну и последнее мое приобретение. На самом деле еще покупочки в джум летят ко мне. Очень много разных. В общем, будем смотреть. Но я люблю лизуны, почему-то нет-нет. Ну, слаймики, лизуны. Нет-нет, я все время какой-нибудь слаймик, да, заказываю. Смотрите. Давайте его немножко по-антистрессуем. Такой цветной. Блин, вот почему они так классно? Вот покупаешь их, они такие классные. А когда делаешь, не то получается. Когда делаешь сама или покупаешь, например, где-нибудь в Галамарте или в Фикс Прайсе. У меня есть обзоры, где вот развод Галамарт, у меня есть видео. Вообще, я думала, там слайм, а там просто вода жидкая, охренеть. Так обидно было. В Фикс Прайсе тоже, ну, не то. Прикольненькие, но не то. Вот эти слаймы прям вообще шикарные. И вот он, короче, смешивается всеми цветами радуги. И получается почему-то больше желтый цвет. Короче, этот слайм классный, мягкий. Вообще не липнет к рукам. Короче, мне эти слаймки нравятся. Я нет-нет, да, какой-нибудь слаймик прикольненький. Если там есть, всегда заказываю себе на Joom. И вот так вот радуюсь, как дитя, как ребенок. Класс, класс, класс. Все, мои хорошие, покупочки с Joom закончились. Ждем новых посылочек. С удовольствием с вами поделюсь всем этим. От вас жду комментарии, что вам понравилось из одежды. Что думаете себе приобрести. Если что-то прикольненькое хотите, чтобы я затестила с Joom, обязательно пишите тоже в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!